Моя мама просто совершенно спокойно оставила все в Ереване, всю работу, всех друзей, все. Армянская моя сейчас родня из Георгии будет смотреть, как их невестка рассказывает про первую свою любовь. Ну ладно, терпите. Он каждый день, каждый, каждый, каждый день, не то чтобы каждый день приезжал, каждый день дарил мне цветы, каждый день. То есть у меня просто мама уже говорила, нет, у нас нет такого количества вазей. Когда вот вдруг появляется твой человек, ты вообще не оцениваешь его по каким-то критериям, по каким-то моментам. То есть это такое химическое что-то, мне кажется, все равно твой запах, твой мужчина, ты хочешь быть рядом с ним. И рядом с ним себя чувствует женщина. И это было очень романтично для меня, потому что первый наш ужин действительно был в Ереване. ГН пригласила к себе домой, и мы не можем обойти кухню стороной. И армянская кухня на 69-м месте. Вот как ты думаешь, есть шанс армянской кухни подняться все-таки выше? Потому что армянская кухня, как многие почему-то думают, это только шашлыки. Безусловно, мы не шашлычники. Я ее знаю, мои все 48 лет. Мы вместе родились. Мы вышли за стены нашего ресторана, но я больше буду слушаться ее. Но в моем предприятии, я босс, это бескомпромиссно. Вот, наверное, таким образом нам удалось сохранить теплые отношения, нам удалось именно существовать в работе на протяжении многих-многих лет. Могу. Продолжение следует... 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 Дома я готовлю, конечно же, без перчаток. Но в данном случае, потому что Стелла будет есть, мне хочется, чтобы это было вот так. Смотрите, на самом деле, вот просто берём хлеб, родная. Раз ты не любишь готовить, я всё сделаю. Когда ты скажешь, что делать, я уже всё сделаю. И я буду просто есть. Ты просто будешь есть. Ты будешь просто есть. Смотри, вот это соус из тунца. Тунец, это вот просто простой тунец, который есть консервированный. То есть его в блайнериках? Ты просто берёшь консервы тунец, знаешь, да, тунец, консерва. Берёте тунец, вяленые томаты и каперсы. И немного оливкового масла, буквально. И, собственно говоря, всё. Хочется чеснока, может, добавить. Я не добавляю, потому что всё-таки я к чесноку с ромом отношусь чуть хуже. Если у вас нормальный желудок воспринимает, то делайте. И всё. Одна секунда. Ты сблендировала, и всё готово. Возьми здесь ложечку и просто попробуй соус. Ты видишь, как это просто прямо круто. Как я люблю такие передачи, где можешь что-то попробовать. Это реально, как бы, вот прямо, да? Очень вкусно. Здесь какой-то привкус есть особенный. Какой ты чувствуешь? Лимончик или что? Лимон, да. Лимон, лимон, каперсы. Каперсы, тунец и всё. И вот просто ты сделала, и потом ты можешь использовать. Сделала большой салат, использовала вот этот салат, вот этот соус. Это очень удобно, даже утром, если торопишься, просто намазала. Абсолютно. Во мне это, как бы, точно, да. Всё, смотри. Вот просто взяла любую зелень, которую у тебя есть. Может быть, армянская зелень, может быть, вот микс такой салат. Айсберг я очень люблю, такой хрустящий. Армянская какая? Кинза, ну, как бы, не армянская, а вообще, в общем-то, зелень, которую используют армянины. В основном мы используем кинзу. Любишь кинзу? Божаю. Рэган, он же базилик фиолетовый. Тархун, эстрагон, да, если он качественный, как бы, вот, смотря сезонность. Ну, собственно, говоря, ещё мне очень нравится котен. Да, котен очень полезный. Из котена тоже можно приготовить, кстати, соус потрясающий. Ну, собственно, всё, родная, всё. То есть у нас тунец, зелень, и сверху мы накладываем антелли. Кстати, у меня рыба, либо лосос, конечно же, можно просто, потому что легче её найти. Да, я тоже попробую. Да, больная хорошая. Либо ты вот берёшь армянскую форель, тоже делаешь армянскую форель. Да. Ну, кстати, вот получается такая ресторанная подача. Вот выдамый-то поприкол, понимаешь, то есть ты можешь... Просто ничего сложного на самом деле. Видишь? А ты говоришь, я люблю за пять минут. Вот, пожалуйста, тебе пять минут. Я думала, мы сейчас будем готовить на полчаса, на час времени. Оказывается, вот, пожалуй, что значит, профессионалы говорят. Вот, прямо ты сделала. Вы тоже сюда вот так красиво поставь, как тебе хочется. Да, можешь украсить ещё вот так вот. Так, а это у нас? А это у нас, значит, второй соус. Это немного... Вот смотри, вот всё. Я вот так вот прямо беру. Вот у тебя брускет, да? Раз брускет, аккуратненько, чтобы я не полёс. Красиво, дискуссионная ресторанная подача. Вот, и это действительно прямо очень приятно в домашних условиях сделать за одну минуту. Это совсем просто. Сколько прошло времени? Напишите в комментариях. Сколько прошло времени? Я снимаю, как бы, меняю перчатки, потому что у меня была рыба. Да, теперь у нас будет утка. Так, теперь у нас будет утка. Вот это очень интересно по поводу утки. Да. Она у нас здесь лежит готовая. Да. Что происходило с ней до того, как она... Знаешь, ну, во-первых, можно купить любую, как бы, вот, утку, ну, утку или любую продукцию, индейку. Это же просто, на самом деле, готовка – это такой экспромт, и вообще, это возможность экспериментировать. Вот главное, как бы, не относиться к этому серьёзно. Вы можете использовать куриную грудку, вы можете использовать, например, индейку, вы можете использовать утку. Но в данном случае утка, так как у меня ресторан, вот я её взяла из ресторана, и мы её запекли, как бы, утку, как бы, да, надолго запекается, маринуется и так далее. Что она запекает сейчас? Ну, нет, утку мы запекаем, ну, ну, три часа, вот так, вот, как бы, да, не так легко. Серьёзно, да. Значит, смотри, это вот у нас вот такой вот соус, я сделала, то есть, из мяты, немного, как бы, авокадо. Да, вот, это так же. А, это уже фест, посмотрю. Нет, давай, ну, пробуй. Вот, возьми, кобалочку, другую, да, другую. Пробуй. Такое свежее, прям. Свежее, как будто. Лето, как будто. Лето. Ну, вот, видишь, как бы, поэтому вот у нас на самом деле, буквально. Такой достаточно летний вкус. Да. Прямо свежести. Сейчас я посмотрю, в окно и солнце выглядит. И солнце выглядит. Всё, то же самое. Вот, видишь, мы просто с тобой сделаем. Как основу. Вот, как основу, просто ты можешь, соус всегда можешь положить чуть больше, кому как нравится. И впрок там, да, тоже в соуснике, как бы, там, человек хочет больше использовать. Ну, это и полезная еда, да? Ну, по мне, да. То есть, она, в принципе, не жирная. Ну, хотя лутка такая. Ну, ты знаешь, я хочу тебе сказать, что надо не бояться, как бы, жира, животного происхождения. То есть, на самом деле, вопрос в том, с чем ты его мешаешь. Потому что, если ты, например, делаешь это с, например, зеленью, вот как мы сейчас в данном случае делаем, то ничего опасного в этом нет. Ну, вообще, ты следишь за ингредиентами, за полезностью еды, вот за калориями? Есть такое? Давай я тебе скажу правду. Правду и ничего, кроме правды. Сейчас будет правда. Правда и ничего, кроме правды. Мне важно, чтобы у меня дома было много полезной еды. Если у меня не будет полезной еды, такие как овощи, фрукты, орешки и так далее, я буду есть все подряд. У меня начинается такой жор, просто нереальный, торты, не торты, все подряд. Поэтому для меня важно, я держу специально, зная свой характер, дома еду. То есть, я не из тех людей, что вот если вот не полезно, я не буду этого есть. Нет, я буду есть. То есть можно все? Ну, нельзя. Ну, я не хочу. А по режиму на ночь, что-то бывает, что что-то хочется поесть. Ты не ограничиваешь себя? Нет. Ну, ты смотри на мою фигуру, я ограничиваю себя. Слушай, ну, я хочу сказать, что я тебя знаю почти 10 лет, и твоя внешность не меняется. То есть... Это я ведьма просто. Ты как бы лава, молодой, красивой девушкой, такой и остаешься. И хочется узнать, может быть, ты какие-то полезные продукты ешь с утра, надо натощать. Нет, я единственное, что научилась делать, вот если вот честно, да, вот без вот этого притворства, там, что я ничего не делаю. Единственное, что я научилась делать, я пью горячую воду, теплую воду на утро. Мне вкусно, мне нравится. Теплая вода, в принципе, в течение дня я стараюсь пить более теплую воду, там, да. Вот, это первое. То есть это по рекомендации, где-то литр там, да? Я не так нуждаюсь в воде, если честно. То есть у меня нет такого, что я прямо чувствую потребность как бы в воде. Но стараюсь, но стараюсь как бы много пить. Давай вот я хочу еще немножко соус спарить, как бы вот так. Вот так вот, да. Да, но я не делаю... Вот сейчас начала пилатесом как бы заниматься, я люблю танцами заниматься. И я очень люблю есть. Чуть-чуть же есть. Скажи, что, который будет есть. Так, это у нас итог, да? Это у нас итог? Мы полили еще раз этим соусом. Можешь поливать, можешь не поливать, это уже как бы в зависимости от того, что тебе хочется. Следующий этап у нас десерт. Да, следующий мы с тобой приготовим десерт. То есть мы на самом деле не приготовим, а у меня готово. Потому что десерты, конечно, готовятся чуть дольше. Ну, я хотела тебе один десерт приготовить. Ты помнишь, как бы, да? Я хотела тебе приготовить. Ну, хочешь, я... Вот я, знаешь, я люблю... Я тебе даю поесть, не очень люблю готовить, но вот посуду я буду мыть, вот, знаешь, через час времени. Да, даже вот у мамы по своему это. Я говорю, мам, давай я помою. Мы с тобой могли бы дружить. Спасибо. Потому что мои подруги у нас так и... Так и, в общем, происходит. Я всегда говорю, так, готовлю я, но не убираю. Да. Но посуду не мою. Все. Поэтому, если бы ты мыла посуду, то мы с тобой прям дружили. Сто процентов. Буду приходить. Да, мыть посуду. Так, я тебе, хочешь, уже положу, как бы, да? Да, конечно. Либо, вот, не знаю, хотите снять так красиво? Да, мы обязательно снимем. Да? Тогда я вот я беру вот эти. Мы с тобой сейчас выпьем кофе и чай. У нас такая красивая посуду, вы только посмотрите. Да, я обожаю посуду. Очень все красиво. На самом деле, это тоже такой плюс к еде, к аппетиту. Мне нравится. Я обожаю. Мне нравится посуде много. И я очень люблю посуду. Так, значит, смотри. На самом деле, тоже очень простой такой вариант. Просто сейчас скоро у нас будет цитрусовое меню. И поэтому я решила тебя угостить именно вот таким десертом. Это вот такой сливочный заварной такой крем, да? То есть, собственно говоря, просто я беру. Заварной крем тоже можно приготовить и держать в холодильнике. Ну, буквально недавно. Мне вот так нравится, что сегодня у нас на столе очень много соусов, какого-то крема, который можно хранить как какого-то публикатора и захотела. А то же самое вы можете сделать, например, слоеное тесто. Ты знаешь, когда слоеное тесто ты приготовил впрок, ну, либо купил в стране ГНС. Тоже вариант. Это мой вариант. И держишь у себя в холодильнике, и все. Так, давай. Так, у нас бисквит, да? Да, это бисквит. На самом деле, очень простой. Просто там есть вот прям вот так. Вот мы их делаем. У нас здесь мандарины. У нас здесь куркума, шафран, поэтому у нас такой какого-то цвет. Я уже чувствую этот аромат. И посмотри, что у нас. Вот это мусс. Ой, сейчас надо аккуратненько, потому что он у меня уже такой какого-то. Это мусс из мяты. Выглядит как масло. Выглядит как масло. На самом деле, это очень интересно. Такой, немножко такой, более сложный способ. Ну, не то, чтобы сложный. Но там готовится... Ты сперва готовишь желатин отдельно. Здесь все-таки есть желатин. Можно агар-агар, если желатин не используете. Желатин, кстати, очень полезен. Да? А женщины, да, это же коллаген для молодости и красоты. Ну, если вдруг вы едите ничего животного происхождения, можете использовать агар-агар. Секретик. Секретик. И это белый шоколад. И ты делаешь мяту, блендируешь, чтобы получить как раз вот... Когда блендируешь мяту, вообще любую зелень, то вкус становится более насыщенным. То есть, то есть, блендировала. Дальше приготовила вот это вот такое вот со сливками, смешала. И разогреваешь на огне. Я уже вам рецепт рассказываю, между прочим. Разогреваешь на огне и добавляешь желток. Быстро смешиваешь, потому что, чтобы желток не стал, не превратился вот прямо, да, вот в яйцо, естественно. И дальше, значит, после этого разогреваешь белый шоколад и смешиваешь все это и добавляешь желатин. Ну, то есть, как бы не такой уж и легкий способ приготовления, но это стоит того. Но тоже можно хранить в холодильнике. Можно хранить. Мне кажется, стол я сегодня очаровала с тем, что можно все хранить. Я счастлива от того, что я знаю, сколько тебе рецепт. Слушай, ну я тебе дам тогда два. Раз ты вот так вот меня хвалишь, я тебе дам две штучки. Целые две штучки. Сейчас еще попробую. А это нужно размазывать или как? Ты знаешь, нет, это не нужно размазывать. Ты можешь вот так. Да, ты как бы вот можешь делать вот как еще есть, почтить шоколадом, то есть, как тебе хочется. Можно сверху и палить шоколадом. Да, можно палить шоколадом. Но мне кажется, вот он такой самодостаточный вкус, что уже к вам всего не хочется. Вот, все тебе даю веточку. Молодец. Мм? Да? Точно? Мм? Молодец. Молодец. Мм? Я большой молодец. Ммм. Я армянский поля. Ммм. А я в чай. Не портим фигуру. Остальное достаточно. Владельцы собак и кошек чаще всего сталкиваются с такой проблемой, чем же расчесывать своего любимого питомца. Потому что расчески бывают очень жесткими, они повреждают кожу. Остаются колтуны от шерсти и волосы по всему дому. Но, на самом деле, все не так сложно, если у вас есть расческа из магазина Кира Кэт. Расческа из магазина Кира Кэт мягкая, комфортная. Кошкам и собакам нравится этот эффект массажа. Вам больше не нужно чистить самому. Кнопка самоочистки сделает все за вас. Что важно, не травмирует кожу, придает шерсти ухоженный вид. Все эти товары вы можете заказать в магазине Кира Кэт на Валберес. Ссылку оставляю в описании. Ваш питомец точно останется довольным. Сегодня у меня в гостях на моем канале, а точнее я, у тебя в гостях дома. На самом деле, очень уютно, тепло у тебя здесь и такая приятная, хорошая атмосфера. Мы первый раз снимаем у кого-то дома и окутаны таким уютом и теплом с твоей стороны. Спасибо, дорогая. Я вспоминала, как мы с тобой познакомились. Это было очень давно, почти 10 лет назад. Даже страшно подумать, что такой большой период. Это было закрытое мероприятие в ГНС, куда мы пришли с сестрой и кто-то из наших общих знакомых нас познакомил. И помню потом, ты пришла к нам в ателье, мы как раз тогда только с сестрой открылись, буквально месяц-два, и ты была одной из первых, даже не одной из первых, а первой армянской медийной личностью, кто к нам пришел, кто нас поддержал, кто о нас рассказал. И я очень хорошо помню этот твой пост, и для нас это было так вот ценно. И вообще я знаю, что ты часто поддерживаешь таких творческих, талантливых людей, да, и ты сама прошла тоже какой-то свой путь, с чего-то начинала, вот прошла свой путь. Сегодня ты ресторатор, успешный предприниматель, тебе пишут разные издательства, Woman.ru, People.talk, Бюро. С тебя можно брать пример. Вот скажи, кто тебя поддерживал на начале твоем пути? Кто были эти люди, как они тебе помогали, может быть, не помогали, и это тоже для тебя было неким мотиватором, чтобы добиться всего того, что ты сейчас имеешь? О, какой, я бы сказала, философский вопрос. Хороший вопрос. На самом деле, ты права, для меня, я не делаю это для галочки, я никогда это не делала для того, чтобы, вот если мы первую часть твоего такого, даже не вопроса, повествования, вот почему я это делаю, для меня это очень естественное состояние мое, очень естественное состояние отдавать. И вот возможность быть полезной, вот это не просто слова для меня. И вот когда я прихожу и вижу, глаза горят, и вот люди хотят заниматься творчеством, и я могу быть полезной, это дает мне, мне кажется, даже больше силы и больше кайфа, чем самим этим людям, которым я в этот момент каким-то образом оказываю поддержку. Ну, самыми первыми людьми в моей жизни, когда я действительно почувствовала невероятную поддержку, это была моя мама и мой брат, потому что когда в моей жизни случилась ситуация вот такая, с семейными обстоятельствами, я должна была переехать в Москву уже с ребенком, и как моя мама мне показала вот эту силу семьи, что она просто в 40 лет, а это в 40 лет, это мне сейчас 48, для меня 40 лет, это я уже еще девчонкой была совсем, потому что тогда кажется 40 это много взрослых, а сейчас 40 это вообще ни о чем. И когда моя мама просто совершенно спокойно оставила все в Ереване, всю работу, всех друзей, все, и переехала ради меня в Москву, это, наверное, самое сильное такое вот чувство, когда я понимаю, что ты имеешь такой вот тыл. Ну и на протяжении всей моей жизни всегда встречались люди, которые тем или иным способом помогали мне. Вот, например, я просто прошла мимо словацкого дома и зашла туда, начала говорить по-словацки, по-чешски, что я хочу там работать, и человек, который меня взял на работу, не зная меня вообще, и сразу же просто сказал, ты будешь у меня работать, вот просто буквально, без образования, без, без вообще, без гражданства, без всего, это была огромная помощь. Поэтому и такие люди часто встречались в моей жизни, которые словом, делом помогали мне. Было такое, что хотелось кому-то что-то доказать. Вот некоторых предпринимателей, они вот сами признаются, вот часто смотрю интервью, о том, что меня это мотивировало, меня это очень мотивировало, вот я добился сегодня своих результатов, благодаря тому, что там, вот, хотел что-то доказать, или вот кто-то вот так, таким образом мотивировал, было такое? Да, на самом деле, дело в том, что если мы говорим про тот возраст, когда мне было 19-20 лет, это какие-то вещи, которые ты делаешь бессознательно, то есть это не так, что я вот специально сказала, это не так вот, как, вот, например, там бывают семьи, и вот дети выходят и говорят, что вот родители не верили в меня, и я просто прямо решил, что я докажу, как бы, вот тебе родители и так далее, нет, как бы, у меня изначально было все замечательно, потому что я выросла в очень крутой семье, вообще потрясающей, с невероятной поддержкой и с пониманием того, что я могу все, что я захочу с точки зрения того, что я могу, как бы, да, вот, и, но был этап моей жизни, вот, первые, как бы, мои отношения, первый, как бы, развод, и вот тогда это было вот как раз так, это было про это, потому что вот бессознательно я тогда сказала, я докажу тебе, что я могу, потому что мне было сказано, а что ты можешь, как бы, вообще, там, да, что ты можешь в жизни, и очень долгое время я вот работала таким образом, и я как будто доказывала, но в какой-то момент приходит, и ты такая думаешь, вот нет, все, что ты можешь сделать в своей жизни, это приходит чуть позже, и, наверное, вот эти бессознательные, иногда осознанные решения, они имеют не только положительные стороны, они имеют и отрицательные стороны, когда ты просто как электровеник работаешь, и как бы ты просто вот работаешь совершенно по-другому, и доказываешь все время, потому что там очень много ты теряешь энергии, когда ты кому-то вообще что-либо доказываешь, ты сливаешь энергию, а когда ты что-то делаешь, просто осознавая, что ты можешь просто быть лучше, чем вчера, и сравниваешь только себя со вчерашней, там много энергии, там много радости, там много того, что ты сам себя просто любишь и оцениваешь своими успехами, своими возможностями и так далее. И это очень важно. Но иногда мы это понимаем намного позже, иногда мы это понимаем только при помощи психологов или, я не знаю, каких-то коучев, которые нас учат и начинают копаться в нас. Для чего ты это делаешь? Потому что всё, что мы делаем, мы должны делать, на мой взгляд, из чувства такой радости. И ни в коем случае не для того, чтобы что-то доказать кому-то тем более. Со мной уже на протяжении 10 лет работает самый близкий мой друг, это Яна Кузнецова, с которой мы вообще выросли. То есть ты меня знаешь 10 лет, я её знаю, мои все 48 лет. Мы вместе родились. Она чуть-чуть старше меня, конечно. На пару месяцев. Надо подчеркнуть, да. Вот. Ну, собственно говоря, на самом деле, если говорить о команде, то ты всё равно выбираешь команду и остаются только те, которые имеют с тобой, если можно так сказать, в корпоративной культуре, какое-то определённое своё ДНК. То есть это люди, которые становятся твоими единомышленниками, они тебя чувствуют. Они умеют так же думать, действовать и работать. Поэтому вне зависимости от того, есть ли кровные отношения, эти люди становятся тебе родными. Просто не всем удаётся именно выстроить отношения близкие, семейные и рабочие. Да. Начинаются какие-то непонятные… Всегда говорят, что хуже всего работать с родственниками. Да, но на протяжении многих лет вы работали вместе. Вот скажи, какие правила ты выявила при работе с близкими? Ты знаешь, мне кажется, что здесь самое важное – это вот всегда вообще отношения, любовь, работа – это всегда двухстороннее движение. И в данном случае это не только заслуга моя, что я вот такая молодец, что я смогла сделать. То есть мы смогли обоюдно это сделать. И я к моим родственникам относилась намного строже, чем к другим моим сотрудникам. Намного строже. Как они это воспринимали? Хорошо. Может быть, внутри у них кипело, как бы они обижались. Но, честно говоря, я всегда говорила, что для меня лично, по моему характеру, суть важнее, чем форма. И я всегда, я знаю, с возрастом я стала, как бы, и больше обращать внимание на форму, я стала, как бы, стараться быть мягче, я стала, как бы, чувствительнее относиться к людям. Но раньше, то, что они от меня, как бы, шарахались, это сто процентов. И я именно считаю, что благодаря тому, что они понимали, что несмотря на то, как я могу, как бы, это сказать, что я никогда не нападаю на личность, как бы, либо я никогда не говорю плохо о личности, я всегда говорю конкретно о работе, что эта работа была сделана плохо. И из-за этого я могу поругать, да, но никогда не скажу, что ты, как бы, дебил, прости меня, господи, там, либо там, вот именно на личность. И вот этот момент, он был всегда такой обоюдный. Они понимали, что вот мы вышли за стены нашего ресторана, то мы, как бы, сестры. И мы тут друга любим. И она моя старшая сестра, поэтому я больше буду, как бы, слушаться ее. Но в моем предприятии я босс, и это, как бы, это бескомпромиссно. Вот, наверное, таким образом нам удалось сохранить теплые отношения, нам удалось именно сосуществовать, как бы, в работе на протяжении многих-многих лет. Твой ресторан посещает очень много звезд, успешных бизнесменов, да, и вообще людей разных профессий. Наверное, к тебе пришли многие те, о ком ты, может быть, загадывала, мечтала, хотела. Вот на данном этапе есть кто-то, кого бы ты хотела видеть в своем ресторане, но этот человек еще не пришел. Ой, ты знаешь, на самом деле я могу тебе откровенно, я не знаю, как это будет звучать сейчас, как бы, для камеры, для интервью. Я очень люблю людей, и я очень люблю любых гостей, которые приходят ко мне с уважением, с любовью. И поэтому сказать, что вот я прямо радовалась, когда видела того или иного человека, это будет нечестно. Это не про меня. Это вообще не про меня. Кого бы сейчас я хотела бы увидеть из гостей, я бы хотела увидеть Рубена Вартаньяна. Потому что это мой гость, это человек, который приходил ко мне в ресторан, сейчас он не может. И вот поэтому сказать, что есть гости, которые вот прям, я бы очень сильно... Наверное, моя дочка, если бы жила бы в Москве, она бы сильно порадовалась, если бы пришла бы Бейонсе. А я бы обрадовалась, если бы пришла бы Мэрил Стрип. Я ее обожаю, я бы ее прямо рассыловала и сказала, боже, вы такая крутая, вы просто офигенная. Но вот так, чтобы сказать, что я наслаждаюсь, это может быть врач, это может быть врач, который просто я смотрю и думаю, боже мой, сколько там любви, сколько там профессионализма. Это может быть вообще любой специальности. И, кстати, я очень редко знаю, кто чем занимается. Потому что я просто начинаю отдавать и дружить, и вот общаться, и в конце только мне говорят, слушай, а ты знаешь, что вот можно по какому-то вопросу обратиться к этому человеку? Я даже не знаю об этом, потому что я не умею использовать тот ресурс, если можно так сказать, который есть. Это не плохо, не хорошо, это часть моего характера. Но я считаю, что именно поэтому люди себя чувствуют безопасно в моем пространстве, вот именно в ресторане, потому что их обслуживают просто с любовью, с тем трепетом, который как бы вот есть у нашего ДНК, нашего предприятия, и все. Когда ты сама приходишь в какой-то ресторан, на что ты в первую очередь обращаешь внимание? О-о-о! Я могу сказать, что я вообще... Нет, если честно, я очень люблю, когда ко мне приходят домой в гости. Поэтому даже вот это интервью, не потому что вот там, да, я ленилась там куда-то пойти, куда ты меня приглашала, нет, я действительно себя очень уютно чувствую дома. И даже вот дни рождения, мероприятия, я всех приглашаю домой, я хочу готовить, я люблю это делать. И мне нравится дома, чтобы все чувствовали себя уютно, потому что даже в любых других ресторанах, не только у себя, я себя не всегда чувствую так комфортно, потому что я, например, реально все замечаю. Я замечаю, это было очень смешно, я помню даже такие случаи, когда я сижу просто в другом ресторане, это было в Ереване. И телефон звонит, как бы, а хостес забыла этот телефон. И я понимаю, что это гость звонит, я случайно, я была с сестрами, они так смеяли, а для меня это было так естественно, я взяла телефон и ответила. Я говорю, да, места есть, я вижу столик, приходите. И они говорят, ты что вообще, хостес подошла ко мне с таким ужасом, что я сделала. А я просто глазами смотрю, говорю, вот тот человек хочет, чтобы вы подошли к ним, потому что я вижу. И я иногда поэтому говорю, что вот официанты, которые вот так ходят ровно, и глазами все время не смотрят на гостей, меня раздражают очень. Я говорю, если это твой стол, один твой стол, это не значит, что ты должен просто тупо пойти к этому столу, ты должен все время глазами смотреть, потому что каждый раз, может быть, ты кому-то нужен, может быть, кто-то что-то хочет. И вот это вот такое вот внимание. Поэтому там, в принципе, если что-то такое невкусно было или так далее, в принципе, можно простить. Но я, конечно же, обращаю внимание на еду. Для меня самое важное, чтобы еда была качественно приготовлена, ну и был такой качественный гостеприимный сервис. А что ты сама любишь из еды? Раз-то так смачно. Ой, ты знаешь, ну я, честно говоря, всеядная абсолютно сейчас. Был период в моей жизни, когда я несколько лет не ела там мясо и ничего, животное происхождение. Сейчас я ем все после ковида. Вот. Но что я люблю? Что я люблю? Я люблю харису. Я люблю все торты. Особенно все, что с шоколадом связано. О, все шоколадное. Прям темный шоколад. Я люблю... Ну, на самом деле, я все люблю. И любые продукты качественно приготовленные. Мне очень вкусно. Я люблю салаты, авокадо, морепродукты. Я очень люблю любые. И для меня я обожаю индийскую кухню. То есть, как бы, мне нравится и кухня, которая очень естественная, когда основной продукт, он самый важный. И нравится очень много. Специи одновременно мне нравится. Острая еда. То есть, ну, как бы, абсолютно любая хорошо приготовленная еда. Заговорили про Армению, да. Буквально, вот, готовясь к интервью, я стала изучать кухню. И посмотрела рейтинг прошлого года, 23-го года, всех кухонь мира. И армянская кухня на 69-м месте. Вот, как ты думаешь, есть шанс армянской кухни подняться все-таки выше? Потому что армянская кухня, как многие почему-то думают, это только там шашлыки. Но на самом деле она очень богатая и интересная. Вот, как ты считаешь? Ты знаешь, на самом деле для меня это больная тема. Каждый раз, как только мы касаемся этой темы, у меня так сразу такое вот. Вопрос заключается в том, что, на мой взгляд, почему грузинская кухня, она стала такой популярной. И она действительно, как бы, имеет высокие, как бы, вот именно такие рейтинги. Не потому что она лучше, как бы, вкуснее. Нет. А потому что она понятнее, она проще. И когда, ну, проще, пусть извинят меня все, как бы, грузины, проще с точки зрения, как бы, двух-трех продуктов. Нет, не готовки. У них очень много сложных блюд и много специй. Но, например, у них есть хинкали и хачапури. Это очень понятные продукты. И поэтому, когда вот, если мы сравниваем, например, темы же китайцами, там, димсамы, когда мы сравниваем с итальянцами, это пицца, там, да, то есть это очень понятный продукт, который ты быстро ешь и наедаешься. А в армянской кухне именно вот такого вот, двух этих продуктов нет. И каждый раз нам приходится вот сложнее все это описывать, рассказывать, говорить и так далее. Поэтому, с этой точки зрения, я думаю, что, да, конечно же, потому что армянская кухня, она очень-очень сбалансированная. И если мы именно таким образом будем ее пропагандировать, именно таким образом будем ее показывать, мы будем говорить о том, что у нас очень много дикорастущих трав. А сейчас вот полностью вся эта зожная история, которая сейчас так стала популярна, она про это. Это дикорастущая полба, это много пшеницы, которую мы едим, да, это топленое масло, которое мы готовим в нашей кухне, готовится на топленом масле. Это очень много трав, это очень много зелени, это реально сбалансированная еда. И поэтому, и, конечно же, да, мы сейчас больше потребляем мясо, чем потребляли когда-либо при культуре питания армян, когда я изучала, мы столько не потребляли мясо. Но, тем не менее, безусловно, мы не шашлычники. И, безусловно, у нас есть все шансы стать более высокими рейтингами и более узнаваемыми в мировой истории гастрономии. В Армении очень активно развиваются рестораны-бизнес, да, особенно последний год-два прям очень активно. И я знаю, что у тебя был тоже ресторан, да, в Ереване. Вот сейчас не рассматриваешь именно там открытие какого-то своего заведения? Ну, во-первых, у меня не было своего ресторана, то есть свой ресторан, я просто как ресторатора воспринимаю это, что ты сам взял и открыл полностью ресторан своими инвестициями и так далее. Я там была как бренд-шеф, акцент по Игайне Бреева. Проект назывался на протяжении трех лет, там была представлена моя кухня. Да, вот поэтому я там выступала больше как именно бренд-шеф. Мне это очень нравилось, конечно, потому что в Ереване, где я родилась и выросла, было очень классно и круто иметь проект, где можно было, чтобы пришли гости и могли попробовать мою еду. Да, мне всегда очень хотелось в Ереване иметь свой ресторан. Просто вопрос в том, что, мне кажется, вот все очень было завышено, и до сих пор таким остается, вот это арендные ставки и так далее, то есть потому что открытие ресторана на старте, это очень дорого. Для того, чтобы открыть ресторан, это нужны колоссальные инвестиции. Сколько вот инвестиций? Ты понимаешь, в зависимости, конечно, от концепции, то есть если ты делаешь, например, концепцию 100 метров, если ты делаешь концепцию 200 или 500 метров, это все очень относительно. И плюс, конечно же, исходные данные самого помещения, потому что есть помещение, которое имеет уже там, до этого был какой-то ресторан, поэтому у них уже есть киловатты, есть там, я не знаю, газ или, я не знаю, есть вентиляция, вытяжка и так далее, то есть именно технические какие-то моменты, тогда это будет на старте дешевле. Если ты полностью берешь помещение, там нужно делать всю вытяжную вентиляцию, как бы приточную и вытяжную вентиляцию, и ты делаешь, проводишь электричество достаточное, воздух, воздухообмен, чтобы был достаточный, то тогда, как бы, вот на старте это может быть от полумиллиона до миллиона долларов. У тебя есть такая теория, или, можно сказать, тренинг, 10 причин не открывать ресторан. Да-да-да, на самом деле, это очень важно через... Потому что, когда ты знаешь, что нужно делать, это одно, а когда ты знаешь, что делать не нужно, это тоже большой опыт и определенный тренинг. Именно про это, это и есть вот мой такой вот тренинг «10 причин не открывать ресторан», потому что я раскрываю самые важные, как бы, вот именно моменты при открытии ресторана. И делаю таким образом, проявляю, показываю, чтобы вот именно на эти моменты обратили внимание и посмотрели, насколько это возможно в том или ином помещении, либо именно человеческими качествами, насколько ты способен, как бы, вот к этому прийти и это сделать. И дальше ты уже решаешь, открывать тебе ресторан или все-таки нет. Мне кажется, любой человек, который прочитает, отсеивается 90%. Остаются самые бойкие. Да-да-да. Ну, ты сказала о том, что вы с Яной работаете очень много лет, ты из детства знакомая, ну, то есть ты веришь в женскую дружбу, да? У тебя много... Я очень верю в женскую дружбу, очень. И я в себе это прививаю, взращиваю эту любовь к женщине, потому что ту-ту-ту, в моей жизни не было предательства со стороны женщин вообще никогда. И поэтому я к себе это как бы и не приводила, то есть я это вот не транслирую, и я и это не привела в свою жизнь. А если можно так сказать, что мир исходит из нас, и поэтому если мы перестаем доверять, значит, мы в принципе имеем, как бы и к этому тоже мы имеем особенности. Вот, поэтому... Но мне очень нравится женское поле, мне очень нравится женская красота, мне очень нравится женская сила, мне нравится женский ум, и я верю в женскую дружбу. Как ты считаешь, в чем женская сила? В тотальном принятии себя, в принятии себя... Когда ты просто честнее и честнее относишься к себе. То есть ты не боишься и не скрываешь в себе все твои стороны, которые есть. Ты начинаешь быть проявленной женщиной. Ты не думаешь о том, что вот какими-то установками и какими-то такими примитивными вещами, что вот это хорошо, а это плохо. Ты не даёшь оценку этому миру. Мне кажется, женщина как раз этим и отличается от мужчины. И вообще, в принципе, вот эта вот мудрость женщины и вот это взросление настоящее, когда она начинает ценить, но не оценивать. Когда она начинает любить в себе и мужское, и женское. Когда она начинает чувствовать, что в слабости есть сила, в уязвимость и расширенное открытое сердце. Это просто офигенно круто. И она не боится любить, потому что могут её предать. Она идёт во всё это. Она любит этот вот риск. Она без борьбы, то есть она не в борьбе находится, в вечной борьбе со своим... Вот я уже сказала, что я хочу похудеть. Она борьба с лишним весом. Давай будем бороться. Это как бы не женская история. Потому что каждый раз, когда мы будем именно таким образом действовать, то мы будем проигрывать. Борьба и всё это мужская история. И женщина через любовь к себе, через вот это вот такое... А вот как бы я хотела, например, похудеть? Вот так вот. А, что мне нравится? Отчего я кайфую? Что меня радует? И вот это вот всё как бы позволять себе, разрешать себе. И с каждым разом расширять своё сердце любящее. Да, ну ведь счастливым можно быть не только худой или в каком-то определённом месте. Я думаю, что и энергия от женщины тоже. Вот начали говорить, да, про подруг. Вот если, например, такая ситуация в твоей жизни, к тебе пришла подруга за советом и рассказала свою историю о том, что у неё сейчас роман с женатым мужчиной. Какой бы ты ей совет дала? Ох ты какая! Счепительное тело сейчас! Ты знаешь, на самом деле, первое, я, конечно же, не стала бы просто говорить о том, какая она плохая, что она связала как бы свою жизнь или там, да, каким-то образом она с женатым мужчиной. То есть я бы старалась не давать этому как бы оценку. Но если уже пришла она за мной, то, наверное, и не просто она мне рассказывает, просто как бы как уши там, просто вот рассказывает свою историю там, да. Но если она действительно ждёт от меня какого-то совета или моего мнения, или вот действительно ей важен вот этот фидбэк от меня, то я бы однозначно сказала, что это очень сильно разрушающая ситуация, и что она в первую очередь разрушает и будет разрушать её. И, конечно же, я бы посоветовала просто не входить или как бы уйти из этих отношений. Но это просто моё личное восприятие вообще вот этого. И, конечно, я бы сказал, что ты родила первую дочку, то есть двое дочек, в 17 лет. Достаточно такой смелый возраст, да, для армянской девушки. Для любой девушки. Да, и вообще, в принципе, для львов, ну, для кавказской особенно. Это была первая любовь. Вот как это было, какие-то были отношения. Да. Такое было давно, да. Армянская моя сейчас родня из Геории будет смотреть, как их невестка рассказывает про первую свою любовь. Ну ладно, терпите, мои хорошие, терпите. Ну ладно. Да, это была первая любовь. Это была такая прямо история очень душераздирающая. Человек, я влюбилась, мне было 15 лет, и он был старше меня на 9 лет. Он был художником, он писал картины фантастические, он был очень таким известным, классным. Уже на тот момент умел зарабатывать деньги. А ему сколько лет было? Ему было на 9 лет старше, то есть 15 плюс 9, это получается 24 года ему было, 24, мне 15. Он каждый день, каждый, каждый, каждый день, не то чтобы каждый день приезжал, каждый день дарил мне цветы, каждый день. То есть у меня просто мама уже говорила, нет, у нас нет такого количества вас, не очень хватит. Поэтому у тебя дома много вас. Да, у меня дома всегда вас, но я обожаю цветы. Вот, на самом деле, это была такая влюбленность, и я понимала, что как бы, то есть невозможно было с собой делать ничего, то есть я настолько была непривычна, как бы, состоянии для себя, вот, что вот такое вот, как бы, вот случилось в моей жизни. Но он недолго продлился, да? Да, я родила старшую дочку в 17, и через 3 месяца мне исполнилось 18, де-факто, на самом деле, я ее родила в январе, 4 января, январь, февраль, марк, 2,5 месяца, и мне было 18, поэтому ближе, конечно, к 18, не в 17, но тем не менее. Да, у нас брак наш продлился где-то 2 года, полтора года, когда была дочкой, я уже уехала в Москву. Потом второй раз замуж вышла, у тебя был муж чех, да? Я знаю, что ты рассказывала, что у вас были хорошие отношения, но этот брак тоже закончился до того, как второй супруг скончался, да? А сейчас ты замужем, третий раз, давай об этом поговорим, что сузовы. Обязательно, чтобы подчеркнуть, который раз. Да, такой эксклюзив, может быть, сейчас будет, не знаю. Ты помнишь, как вы познакомились? Как вы познакомились? Да, я помню очень хорошо. Если вы спросите моего гемористского супруга, то он скажет, что мой брат все это подстроил. Он любит, а они же вообще такие очень геморные, они любят все это говорить так, такими этими, в каждой шутке, доля шутки. Надо, кстати, узнать у своего брата. Это, наверное, было... Просто как объясняет супруга, что это был тот момент, когда он принял решение уехать из Москвы, и надо было его пристроить в свою КБ сестру, чтобы не переживать. Не, на самом деле, он был приятелем моего брата, то есть это не были такими близкими друзьями, но они знали друг друга очень много лет, и приятелями. И брату нужно было посмотреть какое-то там помещение для своего бизнеса, и у него были проблемы с глазами, на самом деле. Это было утром рано, он мне звонит и говорит, «Гай, я выехал на машине, но я просто не могу, я ничего не вижу, у меня очень болят глаза, ты можешь меня отвезти далеко-далеко, в Солнцево!» Для меня это было просто конец света, потому что я вот кроме Садового кольца нигде не была. Хотя... Ты не живешь рядом здесь, просто без меня. Дело в том, что я реально 30 лет в Москве, я первый раз в своей жизни, вот 5 лет назад, вот 6 лет назад, когда я познакомилась с супругом, я выехала за Садовое кольцо, то есть вот просто я такая была вся, нет и все, центр и все. Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Так вот, я злая, потому что я была не накрашенная, спортивку надела на себя, напялила, я не выпила кофе, я просто была злая и несчастная, без шоколада и без кофе, и поехала с братом, вот, и вот такая была первая наша встреча, я не была любезной совершенно, я не запомнила, как его зовут, и я просто посидела там, ждала, как водитель моего брата, и на следующий, в этот же день он позвонил, как бы, да, а так как у брата выключился телефон, такие обстоятельства были, у него телефон выключился, и он позвонил, вот пока у него номер сохранился, он позвонил супругу будущему, и сказал, ты знаешь, вот это телефон ГНК, потому что мы сейчас подъезжаем, но мой телефон выключился, если что, бери-ка бы этот номер, и таким образом мой номер телефона оказался у моего будущего супруга, то есть это не было так, что, о, это Джош Клуни, моя любовь, он, конечно, Джош Клуни и моя любовь, но нет, такого не было, но в первую минуту это не было, нет, такого не было, на самом деле вообще, потому что когда он позвонил, сказал, привет, я, это Андрей, я сказала, кто, как будто себя вообще, кто, но когда он уже сказал, слушай, я тебя приглашаю в Ереван на ужин, я подумала, в Ереван ресторан, и подумала, Зачем? Ереван ресторан, меня, ресторатора на ужин, ну ладно, буду себя вести, как скромная девушка, но потом говорит, нет, нет, в город Ереван, в нашу с тобой столицу, и это было очень романтично для меня, потому что первый наш ужин, действительно, был в Ереване, вот, и таким образом, уже постепенно, мы стали в отношениях, и только где-то через год уже, сколько тебе лет было? Мне было 42 года. 42. Вот, знаешь, есть такое мнение, да, у женщин чаще всего, что женщина после развода, или после там 35-40 лет, или там с детьми, не может устроиться, что все очень сложно, а все хорошие мужчины, как бы, женаты, и все, шансов никаких нет. Вот как ты считаешь, от чего это зависит? Хороший вопрос, я тебе, знаешь, так скажу, на самом деле, конечно же, у каждого человека есть своя судьба, безусловно, но, собственно говоря, очень многое зависит именно от нас, от того, каким образом мы себя чувствуем и ощущаем. Я просто помню в этом состоянии, себя, если я немножко вернусь в мои 19 лет, когда у меня был уже полуторагодовалый ребенок, и я помню, что у меня были подруги, с которыми я очень-очень дружила, и они тоже были в разводе, и у них были детки, тоже маленькие, вот так вот, мы приблизительно были одного возраста. И я помню мои ощущения, что тогда мне казалось, боже ты мой, кому так сильно повезет? Я действительно так чувствовала, это не было фальши, если бы это было фальши, что-то не сработало бы. Я все время думала, кому может так повезти, чтобы я такая роскошная, еще мой такой роскошный, красивый ребенок, просто вот кто это должен быть, чтобы он был достоин, чтобы он смог завоевать меня с моим ребенком. А подруги не чувствовали этого, они иногда скрывали, потому что я только с кем-то знакомлюсь, я показывала, у меня ребенок, у меня красивый ребенок. Я радовалась этому, я действительно считала, что это должно еще кому-то очень сильно повезти. А подруги так не чувствовали. Они действительно могли скрыть эту ситуацию, либо там сказать, а зачем ты сразу приходишь и первая говоришь, что у меня ребенок? И то же самое, вот когда женщина чувствует, что ребенок это проблема, то однозначно ребенок это проблема. Она это транслирует. Да, это не значит, что она говорит там вслух, ты знаешь, ребенок проблема. Нет, это исходит из нее. Если женщина чувствует, что ребенок это возможность, ребенок это супер, то ни у одного мужчины не может возникнуть такое чувство, что ребенок является какой-то проблемой или чем-то, из-за чего он не выберет ту или иную женщину. А если действительно это так, то этот мужчина точно не достоин вас однозначно для того, чтобы вступать вообще с ним в какие-либо отношения, это точно. И поэтому, и то же самое, если женщина чувствует, что возраст это проблема, это все об этом, мы говорим все про это. И если женщина чувствует, что это проблема, то это, конечно же, проблема. Если она чувствует, что возраст это наоборот супер, потому что это опыт, это мудрость, это такое вообще партнерское восприятие отношений, непотребительское, что ты вдруг имеешь женщину, которая непотребительски к тебе относится, а любит, уважает, кайфует, и это вообще про другое. Все от этого зависит. Внутренняя энергия. Внутренняя, да, это внутренняя. Да, конечно. Внутренняя отражает внешнее, как бы, и никак не по-другому. Какие качества ты ценишь в мужчинах? А теперь давайте список. Чтобы не пил, не курил, и тебе тебе всегда дарил, тебе еще мамой назывался, зарплату отдавал. Был к футболу равнодушен, и к тому же, чтобы он и умел был, и красивый, и богатый, и все остальное. Больше всего я, наверное, все-таки ценю в мужчине такую порядочность. Я бы не смогла быть никогда, с непорядочным человеком, то есть его вот такое благородство и внутренняя порядочность, и скромность. Мне не нравятся публичные мужчины. Именно лично, если говорить обо мне, то мне, конечно, нравится... Ну да, потому что он не медийный, его нет интересных сетях. Да, мне не нравится. То есть мне нравятся спокойные, скромные, благородные, щедрые, с чувством юмора. Самое важное. Прямо очень важно. Для меня это критически важно, чтобы у мужчины было чувство юмора. Необидчивые. Вот это прям просто. Это просто фу! Поэтому... Ну и, конечно же, ты можешь говорить высокопарными словами, но на самом деле, когда вдруг появляется твой человек, ты вообще не оцениваешь его по каким-то критериям, по каким-то моментам. То есть это такое химическое как бы что-то. Мне кажется, все равно... То есть твой запах, твой мужчина, как бы... То есть вот ты хочешь быть рядом с ним, ты рядом с ним себя чувствуешь женщиной. Наверное, вот так. Отлично. Хочу задать вопрос про красоту. Да. Я тебя вот уже знаю почти 10 лет, да, как я уже говорила об этом. И на протяжении этого времени мы с тобой встречались в каких-то разных проектах, еще где-то, в принципе, виделись. И ты просто не меняешься. Ты хорошо выглядишь, твоя энергия не иссякает. У тебя столько же вот этой энергии, которую ты даришь, которую ты излучаешь. Делись. Какие секреты? Ты знаешь, я честно признаюсь всегда, что я просто... Ну, во-первых, если мы говорим про энергию, то это тоже такой дар. Я точно понимаю, что это дар. То есть это не то, чтобы там... Это не плохо, не хорошо. Это не то, что я такая большая молодец, что я имею такую энергию. Я это получила как бы вот просто как данность от Бога. То есть я просто это имею. И поэтому я очень рада, потому что на самом деле с возрастом только понимаешь, что когда люди тебе на протяжении всей твоей жизни говорят, откуда ты берешь эту энергию, потому что когда ты обладаешь чем-то, ты не чувствуешь это как суперсилой. Ты не чувствуешь. Это твоё естество. Это в тебе есть. Ты не чувствуешь, что это суперсила. А когда ты на протяжении всей твоей жизни слышишь, всей жизни, вот с мало до велико, всегда постоянно откуда в тебе эта энергия, ты вдруг понимаешь, что блин, нет, все-таки это суперсила. Но я не могу этим похвастаться, потому что эта суперсила дана мне Богом. Просто сразу, от рождения. И по поводу красоты. Энергии разобрали. Просто имеется. Что-то там, электровеник какой-то такой, пропеллер как бы включается, и он выдает вот это всё. И да, кстати, мне ничего и никто не нужен для того, чтобы восполняться энергией. Это тоже такое. То есть мне не нужно там идти на природу, медитировать, чтобы иметь... Как твой день проходит? Это вот, во сколько ты просыпаешься, во сколько ты засыпаешься? Я очень плохо сплю. То есть на самом деле это как бы беда. Я даже имею иногда таблетки у себя. И такая спокойная, что у меня есть таблетки, если вдруг перестану спать. Потому что у меня бывает так, что я могу потом не спать. И надо всё время проверять свой кортизол. Я проверяю, он вроде бы в норме. Потому что говорят, что у тебя стресс или что-то. Это всё энергия. Это всё тум-тум-тум, всем на мою энергию. Хватит. Не, на самом деле день у меня такой, что я рано просыпаюсь. То есть я достаточно рано, я в 5-6 просыпаюсь утра. А во сколько? Я ложусь, ну опять-таки, всё зависит. Если я прям в хорошем своём режиме, то я ложусь где-то в 10-11. Я просыпаюсь в 5-6. Но позже 7 я не просыпаюсь вообще никогда. Далее я, на самом деле, но при этом именно работать, и вот именно чтобы я уже была готова к чему-то такому, это с 11. То есть раньше я не готова работать. Я отвечаю, конечно же, на почту, я отвечаю на смс и так далее. Но именно встречи я не люблю делать раньше 11. Всё-таки я ресторанный человек. Вот этот режим для меня понятный. Да, ресторан работает с 11-12, то я так же и функционирую. То есть я могу, конечно, согласиться на 9 утра на съёмку, но я буду злая. Поэтому у меня утро начинается с кофе армянского. Я сегодня прочитала очень красивую такую историю, что армяне просыпаются, чтобы выпить кофе. То есть это правда на самом деле. Я действительно так чувствую. То есть для меня, когда я знаю, что утро наступает, я просто приготовлю себе вкусный кофе. Вот прям для меня это супер волшебство. В тебе просыпается армянка. Да, я обожаю вот это состояние, когда я пью с утра кофе. Очень по-разному. Я занимаюсь танцем, я занимаюсь пилатесом. Для меня важно тоже, потому что я такая ленивая. То есть куда-то бы я не ездила однозначно. Со мной это не работает. У меня был ворд-класс, который в 5 минутах от меня. Я за год пошла 5 раз. То есть 5 минут это уже долго для меня. То есть я пилатес могу только спуститься вниз у меня в доме. Как бы пилатес. А танцы это тоже вот просто вышла и зашла. Вот так вот я могу существовать. Вот если спорт в моей жизни, только так может существовать. Поэтому я хожу на танцы, я хожу на пилатес. Я завтракаю. И потом иду уже на работу. И занимаюсь своими такими рабочими моментами. И дальше вот, ну как бы, в зависимости от того, какой график у меня работы. Вот, это поэтому, это вот касательно этого. По поводу красоты, я могу тебе сказать честно. И вот у меня самые ближайшие две подружки мои, они врачи-косметологи. И я вообще не делаю ботоксов, филлеров и ничего. Никогда. Нет. Вот мне 48 лет, мое лицо, смотрите внимательно. Вот морщинки. Нет у меня. Нет. Ну ты, кстати, часто в сторис показываешь себя именно без косметики, без фильтров. Я не умею делать. Если бы я умела делать фильтры, то я бы их умела делать. Нет, я не делаю фильтры. Я не знаю, хотя я снимаюсь очень много лет, какая рабочая, нерабочая сторона. Мне даже иногда смешно. Я, конечно, с уважением отношусь к женщинам, которые говорят, это моя рабочая сторона. Я говорю, я везде красивая, снимайте меня отовсюду. Нет, на самом деле, я делаю уколы красоты, такие как мезотерапию, гиалуронку и так далее. Я это люблю. Сейчас моя подружка мне делает мизоварта. Миза Айс и мизоварта. Я думаю, сейчас все просто вкусывают. Да. Вот. То есть вот такое вот именно лёгкие какие-то истории, уколы, как бы, да, я обожаю хорошую косметику, то есть крема и так далее. Но я очень много инвестирую денег в свои волосы. Вот это, где я не жалею вообще денег. А что ты делаешь с вас? Вот это вот я вообще не жалею денег. Даже можно всё, что угодно экономить, кроме волос. Ну, ты знаешь, на самом деле, чтобы сказать, что-то особенное нет, но я пользуюсь только профессиональными шампунями. У меня дома никогда нет просто простых шампуней. Это профессиональные шампуни, которыми пользуются в салоне. Потому что... Какие? Ну, был Пол Митчелл, я пользовалась Пол Митчеллом. Сейчас вот у меня там полностью Токио я покупала, как бы, делала несколько раз. Вот шампунь, бальзам, как бы, и вот эти маски, как бы, и брызгалки для волос. Ну, я... Ну, разными. Вот всё, что вот делают у меня в салоне, этим я пользуюсь. Там Бабилон я покупала полностью. Ну, в общем, разные. Вот эти. Много масок у меня. То есть я прямо пользуюсь этим. У тебя вообще кудрявые волосы. У меня волнуетесь. У тебя очень идут. Сейчас хотя выпрямлены. Это уже хорошо. Вот эти куды просто... Долгое время ты не носила. Я вообще никогда не носила. Ты знаешь, я начала носить во время пандемии. Потому что вот когда вот нас закрыли, а я привыкшая, что я просто всю жизнь укладываю волосы. Причём это ещё не вот так вот волнуется, а прям прямые, вот как все армянки любят прям прямые волосы. Да. Но потом, когда пандемия случилась, вошла в нашу жизнь, я начала диффузор просто делать. Немножко муссы и диффузоры. И все такие... О, какая ты классная! Я говорю, серьезно? Можно было не тратить столько денег на укладки? Вот. Но на самом деле я... Нет у меня ничего такого, что я могу просто сказать, что я прямо делаю. Я всегда очищаю кожу перед сном. То есть я никогда не буду спать в косметике. Я пользуюсь хорошими кремами. Мне нравятся разные крема. Тоже профессиональные. Все профессиональные. То есть именно там, что мне советуют косметологи профессиональные. И это вот в год два раза, три раза по курсу я делаю какие-то мезо или гиалуроку. Вот там витамины и так далее. Вот такой вот уход. Очень аккуратный. Потому что для меня вот представить себе, что вдруг мое лицо не будет двигаться, вдруг у меня не будет настоящей моей мимики или улыбки, или что-то может измениться у меня в лице, для меня это просто катастрофа. Страшно. То есть если бы я не видела, что меняются лица, когда делают что-то с собой, то, наверное, я бы пошла на этот риск. Но лица меняются. Да, но не только мимики. Да, еще вообще. Живое, да. Мне важно, чтобы лицо было живое. Ты успешный предприниматель. Ты хорошо понимаешь именно, как устроен бизнес, не только именно ресторанный, а вообще в принципе, как нужно поставить бизнес. Никогда не думала о том, чтобы открыть какой-то другой бизнес в другой сфере, не в ресторанах? Знаешь, на самом деле, когда я просто, я в основном всегда слышу себя. То есть я иду, исходя из того, что, на мой взгляд, самое важное, что может человек для себя сделать, прям прочувствовать, проанализировать и, честно сказать, самые сильные стороны свои. То есть не так, что вот, например, я вот в этом слаба, давай я себя буду там гнобить и усиливать себя. Нет. Я хочу развивать свои сильные стороны. И поэтому с этой точки зрения меня больше всего вдохновляют съёмки, меня вдохновляет готовка на съёмку, меня вдохновляет личный бренд, и выступать для студентов, для женщин, для вообще в принципе, вот именно отдавать то мои наработки и те сильные стороны, которые проявлены. И поэтому вот туда я и иду. То есть чтобы сказать, чтобы вот хотелось бы мне открыть, например, вообще другой бизнес. Нет. Нет. Мне нравится вот то, чему я и училась. И у меня театральное образование, у меня танцевальное образование. И поэтому мне нравится вот это делать. Поэтому иметь свою программу – это про меня. Вот телевидение – это про меня. Свой канал – это про меня. И плюс, конечно, вести. Мне очень нравится общение с людьми и возможность вот это вот суметь простым языком, понятным, обучить, обучить навыкам. Это кому мне нравится. Поэтому, наверное, вот если я развиваю, то я развиваюсь в этом направлении. Есть такой опросник Марселя Пруста, я знаю, французского писателя, и считается, что каждый человек должен себе ответить на вопросы, которые там указаны. Да, это как анкета. И вот я выделила нескольких вопросов для тебя. Я только хочу тебе задать. Твоя самая характерная черта? Открытость. Открытость. Что является твоим главным недостатком? Спичность. Что ты считаешь самым большим несчастьем? Потеря близких людей. Есть какая-то способность, которую тебе хотелось бы обладать? Не переживать вообще по поводу ничего. Если это вообще возможно. Наверное, это невозможно, потому что, когда у человека есть дети, ты уже просто живёшь в перманентном переживании. Но я бы хотела быть менее тревожной. У вас есть дети в лагере? Да, мои детки живут в Англии. Какие у тебя сильные отношения? Скажи, как вы... Это мои самые большие друзья. Я надеюсь, что я тоже для них самый большой друг в жизни. Я абсолютно фанатичная мама. Я никогда не стеснялась. Недавно буквально в Инстаграме мне одна женщина написала, вы знаете, я восхищаюсь вами, я учусь на вашем опыте показывать, говорить хорошо о своих детях. А я такая сказала, для меня это самое естественное состояние. Я даже не представляю, а как по другому? А что? То есть, кто-то стесняется говорить там, потому что это тоже наши установки, это тоже наши какие-то такие истории в голове, что стыдно показывать своему ребёнку или говорить о том, какой он талантливый, какой он хороший. Для меня очень естественно. Меня мама так показывала, и я показываю так своим деткам. Поэтому я безумно их люблю, и я очень хорошо с ними рядом себя чувствую. Я мечтала бы, чтобы они жили со мной в одном городе, и у меня была возможность с ними пойти просто на кофе, чтобы у меня была возможность приготовить что-то в воскресенье и пригласить их на обед. Чтобы в самые такие моменты, например, вот буквально пару дней назад у меня младшая дочка получила диплом магистра, и я не поехала в Лондон. Вот такие моменты мне очень-очень жаль, потому что сейчас стало так сложно летать, и вот эти три самолёта, и вот все эти истории, что ты просто иногда думаешь, ну ладно, но очень важно быть в таких моментах рядом с детьми, поэтому я думаю, что вот в общем, я кайфую от своих детей и от наших отношений, если одним словом одним предложением, ещё хочу задать два вопроса, таких заключительных, я часто их задаю всем гостям, что значит для тебя быть армянкой? Знаешь, мы же рождаемся, собственно говоря, это от нас не зависит, почему мы рождаемся той или иной национальности, То есть ты рождаешься, и ты уже впитан этой культурой. В тебе уже есть этот код. Нравится тебе это, не нравится. То есть это твоя давность. Другой вопрос, каким образом ты будешь это раскрывать в себе, что ты будешь транслировать. Для меня быть армянкой – это быть очень любящим человеком, очень созидающим человеком, очень мудрым человеком, очень глубоким человеком, очень традиционным человеком и одновременно очень современным человеком. Поэтому мне бы хотелось быть вкусным человеком. Поэтому армяство для меня про это. Я думаю, что многие твои мечты уже сбылись. Чего ты сейчас мечтаешь? У меня ещё много материальных мечт. Я сейчас так примитивно скажу. У меня есть маленькие мечты. Такие, ну, как бы не быстро, но реализуемые. Я понимаю, в случае бизнеса как. Это такие, как вот создать стеленные условия для моих детей. Другим, мне это очень важно. Хотя никто от меня ничего не ждёт. Но это в моей голове, это в моих пожеланиях, это в моих желаниях. А для меня самая большая моя мечта – это позволить себе путешествовать. Прямо не стыдиться того, что я это обожаю, люблю, и что для меня это одна из самых больших ценностей в жизни. А почему ты делаешь за моими мечтами? Иногда я себе не позволяю, потому что думаю, ну, ладно, в следующем году или завтра, или послезавтра. Или иногда думаю, ну, ладно, здесь по работе надо дольше остаться. И я помню очень эту ситуацию, когда у меня был ковид, и мне казалось, что я вот умираю, я уже писала отвечания, то есть я прощалась, я готовилась к смерти. Ну, я реально очень плохо перенесла ковид. Я помню. Ну, я прям, ну, как бы ни к юристу, ни к адвокату, но вот прям уже писала, как бы сама. Думала, как это всё сделать. Но я тебе хочу сказать, что вот тогда, в такие моменты, ты больше всего понимаешь, от чего тебе вот, в моменты, когда тебе кажется, что вот ты между жизнью и смертью, ты понимаешь, что для тебя ценится. То есть я тогда осознала, что вот я очень хочу путешествовать. Поэтому мне хотелось бы сделать жизнь таким образом, чтобы хотя бы в год, два, три раза я могла уезжать куда-то, в новый стран. Путешествие. Да. Путешествие. Ну, и чтобы во мне всегда была вот эта вот любовь, любовь к себе, любовь к жизни, любовь к моим детям, любовь к моему мужчине. Чтобы я вот просто вот понимала, что я соткана из любви, и я хочу взращивать в себе это чувство и вообще вот, наверное, вот это состояние любви постоянно вот ощущать в себе. Я желаю тебе всё, что ты сейчас здесь сказала, чтобы всё в той же жизни сложилось. Благодарю тебя за это интервью. Это было действительно интересно. Вообще скажу, что каждое общение с тобой — это определённый тренинг, это определённые знания, и вот эта энергия, которая от тебя исходит, она очень заряжает и даёт какое-то новое движение, импульс. Спасибо тебе, Благодарю, мне тоже было очень приятно. Спасибо за непримитивные, нестандартные вопросы про то, каким образом ты меня раскрыла и с какой стороны. Мне очень приятно. Спасибо, Ганна. Давай мне все. Спасибо. Ну что, всё спросили. Спасибо, Ганна. Спасибо. 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 Продолжение следует...